Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семён Уралов. Сегодня я один буду в студии и, наконец-то, как давно обещались и как настоятельно рекомендовал Дмитрий Юрьевич, собрал ответы на вопросы. Я их начал ещё, конечно, вопросы собирать, когда был жив Ютуб. Реальность изменилась, поэтому основные вопросы я черпал, собственно, с сайта опер.ру. И ещё ряд вопросов и таких, которые я считаю, важные замечания и высказывания, которые расширяют наше понимание. Собственно, с Ютуб-канала Супер Уралов. Это нас с Евгением. Он ещё живёт. Три раза нас уже банили, блочили. Мы приняли решение, что пока живётся, пусть живёт. Будем туда выкладывать, в том числе, и запрещёночку. А если уж снесут, то если уж у старших товарищей сносят, то чего нам по этому поводу переживать. Поэтому двигаемся. Ответы на вопросы. Итак, первое – это по поводу последнего. Первая серия второго сезона, которая вызвала некие даже бурления. Кто-то увидел этом, собственно, зраду. Кто-то посчитал, что надо заниматься духоподъёмными видео. Я считаю, что самое главное – рационально показывать, что происходит. И ни в коем случае не испытывать иллюзий. И вот Владимир Калюжный спрашивает. «Учитывая беспощадность и решительность наглосаксов, хочется задать вопрос. А допустят ли нас до стадии переформатирования Украины? Что должно сделать наше руководство, чтобы у нас была возможность приступить к реализации рекомендаций Семёна?» Спасибо за интереснейший эфир. Я всегда считал, что эти вопросы надо рассматривать в разрезе психологии масс и поведенческой биологии. Так оно и есть. Во-первых, допустят или не допустят до стадии переформатирования права не даются, они берутся. И Россия, если вы заметили, она уже приступила к этому переформатированию. Причём приступила давно. В 2014 началась Крыма, и вот уже буквально на наших глазах сейчас появляются ещё четыре новых региона Российской Федерации, которые появляются совсем не в таких исторических и политических, и даже военных условиях, как появился Крым. То есть, Крым это был такой лайтовый переход, на минималочках то, что называется. Это было обеспечено в первую очередь узким горлышком границей с Украиной. То есть, тем самым перекопом. И, соответственно, сейчас граница проходит по степи. То есть, её будем считать, что практически нету. Поэтому к переформатированию Украины Россия уже приступила. И это переформатирование будет базироваться, как я об этом говорил. И повторяю ещё раз, исходя из географических особенностей этого региона. Потому, что географические особенности, они определяют естественные границы. А в ситуации, когда идут боевые действия, то временные границы, они всё равно будут... Страна большая, она не может быть в этом смысле переварена. Единый момент. Поэтому будут какие-то промежуточные варианты, как это были с теми же разделами Речи Посполитой. И вот в ходе этого будет ориентация на естественные границы. И в этом смысле логика отхода на левый берег Оскола и Северского Донца, это и есть та самая логика. Потому, что надо либо закрепляться на левом берегу Днепра, либо ты будешь откатываться на левый берег иной реки. Которая, собственно, Украина, я напомню, находится в нескольких... Там несколько междуречий. Следующая междуречия – это Днепр, Днестр. Следующая естественная граница – это Карпаты. Вот. Насчёт, что вопросы надо рассматривать в разрезе психологии масс. Да, абсолютно так оно и есть. Это то, что мы пытаемся сделать. Потому, что у нас, к сожалению, при политическом анализе всё время смешивают общество и государство. Есть процессы, которые проходят в государстве. У них есть своя логика. Логика акторов, так называемых. Или действующих лиц. Или сил движущих. Смотря в каком вы будете инструментарий рассматривать. В марксистском, в неолиберальном или в каком-то академическом. И, соответственно, общество рассматривает скорее как придаток государству. Оно в каком-то степени, конечно же, общество не обладает такой субъектностью. Но я считаю, что общество надо рассматривать с точки зрения всегда именно тех настроений, во-первых, которые есть в обществе. Во-вторых, трансформации, которые происходят с обществом. Потому, что как бы то ни было, а либеральная, электоральная демократия, которая господствует так или иначе во всём мире, скажем так, евроатлантическом. И даже у нас, в континенте Евразии, хотя бы формально, но там выборы проводятся, и легитимность должна быть обеспечена. Поэтому в этом смысле с обществом чаще манипулируют. И очень сложно разобраться с тем, что в действительности происходит с обществом. Очень много на нас нового. А вот в том, чтобы это всё расковырять, чтобы докопаться до основания, чтобы именно понять, какие процессы проходят в обществе, вот для этого и мы делаем, собственно... Ну, вот я, по крайней мере, делаю эту работу. Поэтому всё верно. Государство анализируем с точки зрения принимаемых решений и необратимых последствий. Потому, что одно дело политическая риторика, а другое дело политические решения. А общество анализируем, разбираем на винтики. Это и есть наш метод. Итак, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Это вот уже, собственно, с Опер.ру. Тоже последний эфир наш об уходе из-под Харькова и угрозах нацификации России. Значит, товарищ It Doesn't Matter спрашивает. Про сегодня. Сколько подъёмных грозных речей, сколько пафоса. И тут же жидким поносом обдрыстались, не успев, день закончится. Только диву даёшься, насколько прав Семён про украинизацию. Но это, товарищ, по поводу как раз от 22 сентября. Это после начала мобилизации. Это, собственно, и есть показатель тех внутренних процессов, которые происходят. Это вот ещё вчера были там диванными бойцами и наступали. А тут, собственно, попали под когнитивный удар очень серьёзный, который усилили, в общем-то, и наши оппоненты, и тут и стараются те, кто за границей находится. Ну, и начался исход, второй исход. Это тоже мы должны понимать людей, которые боятся жить в России, не доверяют, не связывают свою судьбу. Ну, кто-то у кого-то вообще практически. Но это используется, в том числе, для раскола нашего общества. Так что, камрад, it doesn't matter, абсолютно прав. Это и есть та самая украинизация, которую нельзя допускать. Поэтому надо разбираться в тех же вопросах мобилизации. То есть, нужно не в истериках биться или там смаковать подробности, где что произошло. А, в первую очередь, разбираться, разъяснять. Если где-то какие-то недоработки, ну, критиковать их, в общем-то, выводить на чистую воду. Двигаемся дальше. Вот тоже этот же камрад, it doesn't matter, о колесе генадьбы. На заметку, в США живут в колесе генадьбы уже десятилетия. Если хотите понять, к чему ведёт демократия в отдельной стране, почитайте новостную ленту Штатов и вдумчиво послушайте Fox News. Да-да, того самого Такер Карлсона, которого так часто репостят на телеграм-каналов, как рупор здравомыслия. Вы за валерьянка через пару дней потянетесь, ибо там давление на чувства такое, что удивительно, как полстраны ещё не перестреляло друг друга. Хотя, судя по статистике, 40 тысяч убитых в 2021 году, 1,4 миллиона убитых 68 по 2011. Всё ещё впереди. Но вернёмся в наши реалии. На просторах телеграм-грустно отчётливо видно, как расстрелы мирника по наставлениям НАТО дают свои плоды всё больше и больше призывов бомбить города и убивать нелюдей. Здравых взглядов на это всё меньше. Анализа, что будет за неделю с 30 миллионами оставшихся людей, если все мосты и плотины снести, свет и газ отрубить, железные дороги и порты разбомбить, и порты перекрыть – нет. А вот серьёзно, что будет, снеси Россия хотя бы половину ЛЭП? Сколько народу перемрёт, пока это всё восстанавливать будем, и не похоже ли это на тот самый геноцид штатов в Ираке? Кто возьмёт на себя роль Мадлен Олбрейт? Что при этом в своё время орлы? Разнесли банковскую? А что, кроме разрухи и пикантных кадров до пыльного, но не сломленного Зеленского вы на СМИ это даст? НАТОвские кураторы тут же решат, что пора валить, что-то сомневаются. Собственно, очень правильные вопросы формулируются, и они очень правильно акцентируются на том, что таких вызовов у России не было. У нас задача, если говорить на уровне схемы, перед Россией стоит задача, которую она ещё никогда не решала. Задача снести государство, которое разлагалась последние 30 лет, и сейчас из себя представляет... Мы разбирали весь первый сезон. Это такая вот коалиция клубок разных кланов, где вообще не разберёшься, не будучи местным. Да и не надо этого делать, потому что это уже не государство, это союз частных лавочек. Но при этом не убив общество, то есть, там живёт огромное количество людей. И вот эта вот диалектическая задача, она и решаться будет поэтому в ходе такого последовательного освоения территории постукраины. Именно поэтому и нужна мобилизация, потому что вопрос стоит не в уничтожении и зачистке, а в контроле на территории и налаживании того самого миропорядка. Поэтому правильно, товарищи, говорит, что кто возьмёт на себя роль Мадленой – Олбрейт. То есть, Россия на пост Украине – это не США в Ираке. Это нужно очень чётко понимать. Тут надо просто помнить теоретическую часть ещё, что есть два типа империи. То есть, империи колониальные и империи континентальные. У колонии тоже есть много разночтений. Можно в древнегреческом смысле их рассматривать, в истинном. Будем рассматривать в таком более политэкономическом. И вот империи колониальные, они рассматривают ядро как территорию развития. Это, собственно, философия Британии, которая сейчас исповедуют и те же США. А всё остальное периферии, где развития быть не должно. Отсюда у них... Это выражено в политической философии. Политика правил. То есть, нужно придерживаться каких-то правил. А правила эти задают у нас. Если что-то изменилось – мы правила понимаем. А всё остальное, если оно не хочет двигаться по тем самым правилам, оно должно быть уничтожено. А логика континентальных империй, то есть, которые постоянно должны устанавливать миропорядок на своих границах... Это просто тысячелетиями формировалось ещё с давних-давних времён. Мы так или иначе друг друга вынуждены сожительствовать. Ну, нравится нам это или не нравится. И этим Россия, собственно, и отличается. Поэтому хочется нам этого или не хочется, но вести себя как США в Ираке никто не будет. И в Югославии. То есть, это будет сложнейшая спецоперация по демонтажу государственности и установке новой. Двигаемся к следующему вопросу. Камрад Сергей. Это уже Суперуралов у нас, да? Невероятно точно заметил Семён, что процесс хатоскрайнической реальности уже сегодня и является главной бомбой в возможном будущем. К примеру, моя старшая сестра в Москве, проживая всего 15 лет, уже считает меня и других родственников, даже родителей скотобазы из региона на окраине. И, мол, если вы и умрете от прилёта мин или бомб, то вы этого достойны, так как не смогли переехать в Москву планету самых достойных сеньоров. Ну, товарищ Сергей, конечно, немножко обостряет ситуацию. Наверное, там у него с сестрой ещё особые отношения. Но то, что хатоскрайничество поражает в первую очередь жителей мегаполисов, это правда. И особенно жителей столиц. Это связано с философией, которая внедрялась... Философия громкая, конечно, назвать. Это психология. Философия это всё-таки был либерализм. А психология развития. То есть, как человек видел своё развитие. То есть, развивались у нас столицы. И они были, собственно, такими док-станциями. То есть, такими узлами коммуникационными по интеграции постсоветского пространства в тот самый глобальный мир. То есть, для Украины это был Киев, для Армении Ереван. То есть, это там проходило, выражаясь метафорами, понятиями Александра Зиновьева, западнизация. То есть, приходили первые инвесторы, первые дома строились. И, соответственно, все люди, которые были согласны с тем, что наша задача после краха Советского Союза интегрироваться в западный мир... А что значит интегрироваться? То есть, взять у них лучшие образцы и освоить этот образ жизни. И столицы это были такие точки, где, собственно, проходила первая западнизация. То есть, в этом смысле в Москве произошли первые либеральные реформы, да, и капиталистические. Они там уже, может быть, даже в 1993-1994 году закончились. В то время, как в остальной стране они только разворачивались. Вот, соответственно, эта психология притягивала людей, которые рассматривали переезд в столицу как точку входа в этот западный формат жизни. Потому, что разные типы людей всегда едут в мегаполисы и в столицы. То есть, есть просто... Потому, что работа закончилась в родном городе, а есть те, которым просто по-другому они себя видят. Следующий трамплин они видят, например, куда-нибудь там в Нью-Йорк, еще куда-то. Многие рассматривали Москву как глобальную столицу. И в этом смысле поэтому все вот эти проблемы провинции, они являются глубоко вторичными. Потому, что много выросло людей, которые чаще бывали в Мадридах, Лондонах, Парижах, чем в какой-то там Донецк. Они за Уралом-то редко бывали. Поэтому да, вот это хатоскрайничество будет в первую очередь проявляться в столицах. И это факт. При этом там много и других людей. Но там значительное количество людей с такой идентичностью. Двигаемся дальше. Комрад Колик 2009. Это вопрос у нас от 7 июля 2022 года. Это как раз по поводу эфира прихода Зеленского к власти. Вопрос следующий. Насколько можно верить результатам выборов, если в предыдущем ролике расписано, сколько какое депутатское место стоит? Неужели они настолько прозрачные и честные? Смотрите. Это тоже особая постукраинская реальность. Но она не только на Украине. Она еще наблюдается в Молдавии. В этом смысле в Киргизии. Элиты в ходе своих конфликтов на протяжении их последних 25 лет настолько поднаторели в махинациях с результатом, на уровне подсчетов, бросов, поддельных протоколов. Масса была разных схем. Потом оспаривание через суды. Но этим инструментарием плюс-минус стали обладать все игроки политического рынка. И степень контроля за этим всем тоже стала значительной. То есть, там достаточно просто было нанять, допустим, тот же комитет избирателей Украины, который был, скажем так, он был проамериканским, конечно, и наблюдался наблюдением за выборами. Вот и мы к себе его на округ спокойно нанять, спокойно договориться. Поэтому вопрос манипуляций, они возможны в больших масштабах на выборах. Но там, где несколько игроков, а на Украине действительно были конкурентными, особенно на местном уровне, мы это разбирали, как конкурировали политические силы всех мэров. Там туда спустилась основная политическая борьба. А по поводу результатов выборов Зеленского я напомню, что это просто было голосование против Порошенко. Поэтому его нельзя рассматривать с точки зрения какой-то электоральной борьбы. Если идет какая-то политическая борьба, то тогда соревнуются... Это чаще всего либо первый тур, либо парламентские выборы. Потому, что можно понять, как соревнуются разные политические фланги. Потому, что обычно на левом не всегда одна, а несколько сил. На правом еще на каком-то. И ты смотришь в динамике, как это было на этих выборах, через выборы. Если ты видишь какие-то аномалии, когда в среднем голосуют так, а где-нибудь в какой-нибудь области результат зашкаливает. Это связано с чем-то. Это либо связано с тем, что у этой политической силы, например, много земляков, которые опираются, как это было, допустим, у партии регионов на том же Донбассе. Либо мухлюют, либо чаще всего одно и другое. То есть, они сильно представлены и, в общем-то, контролируют весь регион. Но так как региональных кланов было несколько, то они вступали постоянно в альянсы. Это в том числе было видно по результатам выборов. Конечно, идеальной моделью эти результаты выборов не являются. Но, тем не менее, посмотреть тенденции, чем мы и занимались, мы можем. Это то, почему на Западе никогда бы не проголосовали за одних, а на Востоке никогда бы не проголосовали за других. И как ты не манипулируй? Около 10%. Я вам могу сказать по опыту. До 10% можно с помощью всяких полу незаконных технологий на практике применить в мелком масштабе. В общегосударственном это вообще намного все сложнее сделать. Слишком большая масса. А где-то, например, как в Киргизии какие-то печати ставят в том, что человек проголосовал. Масса есть схем, плюс онлайн-наблюдение. С этим проблем нет. Так, дальше. Товарищ Сторте Беккер. Вопрос у нас тоже с сайта. 8 июля. Вот сейчас благодаря Семену вспомнил, как в 2006 году нам в универе добровольно, принудительно раздавали книжки от фонда Соросов про Голодомор. Нет слов, одни эмоции. Заранее почву готовили. Вот это очень почему я отметил. Это не вопрос. Да, именно 2006 год. И тема Голодомора. То есть, я утверждаю, что системное сведение общества с ума, это как раз вот 5-6 год. Потому, что в Голодомор это была первая кампания вот этой когнитивной войны, именно как сведение с ума по расчеловечиванию. То есть, они договаривались до людоедских вещей. О том, что травили, значит, убивали по этническому принципу и так далее. Ну, то есть, кто в эти... Это было... Ну, это чистый такой, как бы, какой-то адская идеология. То есть, смакование, наслаждение жертвами. И постоянная зацикленность на страданиях. И что эти страдания приносили конкретно из Москвы русские коммунисты. Ну, дальше все по схеме, как объясняет Дмитрий Юрьевич. Ну, вот товарищ рассказывает, как добровольно от фонда Сороса. Это проект. Проект осмысленный. И нужно понимать, что семена, которые они посеяли в шестом году, вот сейчас в 22-ом у нас проросли. Какой вывод? Для того, чтобы все прополоть? Сколько? 6, 22, 16 лет? Ну, давайте считать. К 38-му году завершим. Вот так будет честно. Дальше. Значит... А, вот. Антон, 222. 18 сентября. Главный вывод, который нужно сделать после отступления в Харьковской области, это что не надо включать и стерить. Надо подождать хотя бы пару дней, тогда и узнаешь все точно. Как показала практика, даже военкоры зачастую не понимают, что и почему происходит на фронте. Поэтому или перестаньте читать телеграм-каналы, или хотя бы держите в уме, что эксперт, чей канал вы читаете, примерно того же уровня, что и вы. На всякий случай напомню, что Украине, даже вместе со всем НАТО, победить военным путем невозможно. Просто потому, что РФ – их язерное оружие. Единственный вариант – это переворот внутри РФ. Именно этого добиваются все эти критики руководства. Помните об этом. Ну, так, очень схематично. Ну, собственно, верно. То есть, исходите из того, что вы ничего не понимаете объективного о специальной военной операции. Потому, что она то есть специальная. И максимум, о чем вы можете судить – это о каких-то магистральных процессах. Ну, то есть, ушли, не ушли, откуда-то. Остались, не остались. Поэтому следить надо, если вы человек рациональный, не за ходом военных событий. Потому, что там вы не получите даже энной толики информации. А самое главное, может быть, там еще и специальная дезинформация. А вот по политическим и по хозяйственным событиям судить можно. Потому, что это уже то, что происходит и то, что будет утверждено в реальной жизни, в реальности. Ну, что я имею в виду? То есть, если уже начали Мелитополь подключать к газу российскому. Ну, Киев же отрубил его. Значит, все. Это уже неизбежность. И до еще проведения всяких референдумов было понятно. Все. Если уже это происходит, значит, это уже неизбежно. И поэтому вот именно политэкономическая рамка, то есть, одновременное понимание политических процессов, как они сопряжены с экономическими, и разгребание лишнего мусора, и докапывание до сущности процессов, вот это и позволяет нам делать хоть какие-то прогнозы, которые пока что более-менее у нас не то, что сбываются, но понимание расширяют. Двигаемся дальше. Ну, Камрад продолжает. Да, он говорит. С анализом Семена по того, что теперь России надо будет что-то доказывать украинцам, не согласен. Почему? Хотоскрайники, они на то и хотоскрайники, что всю жизнь мимикрируют и приспосабливаются к окружающей среде. Они будут вести себя одинаково при любой власти. Это хорошо так рассуждать, Антон, сидящий в спокойном городе, где тебе отморозки не постучаться в дверь за то, что ты что-то не то думаешь. И у тебя нет примера, убийства политического людей, которые выступали, что-то имели своё мнение, скажем так. Не то, чтобы оппозиционное, но тот же Олесь Бузина. Причём-то оппозиционный, он всегда имел это мнение. Это была позиция художника, культурного деятеля, не политического. Поэтому вот это вот пенять хотоскрайникам, за то, что у них хотоскрайники, вы не знаете, какое количество людей там просто запуганы, а какое количество людей просто мимикрируют. Как мимикрируют? От угрозы жизни. Я бы на вас посмотрел. Как это раскрыто? Посмотрите, например, прекрасный фильм «Убить дракона». Герой Тихонова, кто он там, библиотекарь или архивариус. Он всё понимал прекрасно. Как раз его дочку же приносят жертву. Вменяемые украинцы и так и знали, и знают, что с ними будут делать укронацисты. Это всё тоже иллюзия по поводу укронацистов. Знаете, есть укронацисты, которые идеологические, а есть просто бандосы. Бандосы просто будут посажены в тюрьму, и на этом весь нацизм закончится. Поэтому мы будем разбираться в этих идеологических особенностях, кто идейный, а кто просто к стае прибился. Это слишком серьёзное обобщение. Поэтому не вижу, чтобы надо было что-то доказывать. Если не доказывать, то получим бандеровщину. Потому что есть дети погибших, родственники. И если ничего не объяснять, ничего не доказывать, то будет желание мести. Это будет мина, заложенная дальше туда. Это тупиковый путь. Дальше. Следующее. Товарищ... Ник у него jktu. 19 сентября. Это по поводу первой серии второго сезона. И да, ассимиляция людей с хохлятским менталитетом – это та ещё проблема. А натуральных хохлов и подавно. Я имею в виду введение их инстинктов. В детстве, в школе... Вот почему я на это обратил внимание. Вообще неправильный подход. Вот это натуральный... В этом смысле человек украинца имел в виду. Не будем употреблять слово. Ни в национальности, ни в языке, и вообще ни в чём не в этом дело. Дело в безгосударственности. Феномен украинского кризиса и происхождение всего этого – это безгосударственная форма существования на протяжении последних 30 лет. Потому, что в советские времена УССР была образцово-показательной, рядовой, обычной республикой. И митинги протеста, например, которые нам говорят, что украинские... Они, конечно, были. Но они были везде. То есть, ничем оно особо не отличалось. Были региональные особенности. А вот 30 лет существования в такой ситуации и 30 лет безнаказанности... Тут очень важно, что те, кто в 90-е были убийцами, потом они стали хозяевами жизни. Им всегда всё сходило с рук. Поэтому вот этот менталитетный подход, что дело в менталитете – это путь в тупик. То есть, мы рано или поздно придём к тому, что кто-то виноват в том, что он украинец или жил на Украине. Нет. Дело в государственности. И большинство людей там жили по принуждению в этой безгосударственной ситуации. И они, может, и хотели бы жить по-другому, а им никогда ничего не предлагали. Именно поэтому народ отвечал трудовой и вообще эмиграцией. Соответственно, Камрад пишет. «Одногруппник был с Чернигова. Сейчас уже понимаю, насколько он закрытый и хитрожопый был. Реально вёл себя, как разведчик в стане врага. Мы-то в основной масти простые, как три копейки были. Нас-то воспитывали. Человек человеку друг, товарищи, брат». Вот это то, о чём я вам и говорю. И началось. Это, знаете, как у каждого антисемита есть всегда пример товарища еврея, помощью которого он объясняет, вот поэтому я не антисемит. Не в этом дело. Всё намного сложнее. Всё в многом сложнее. Этнику, если мы будем распространять на людей, то это будет путь в тупик. У нас никогда не будет взаимного уважения. Это, собственно, и есть та самая украинизация. Как разговоры, объяснения того, что в России ничего нет, унитазы на улице. Это обратная сторона медали, и ничем не отличаемся. Вот с этим и надо бороться, в первую очередь, внутри себя. Искать первопричины, а не следствия, которые вам приятны. Потому, что вы когда кого-то на основании того, что он другой, этноса национальности, вы тем самым же себя превозносите. Вот я-то такой. Они-то хуже, а я-то лучше. Это такая опасная дорожка. Дальше. Товарищ Петр Заводский. 8 августа. Это эфир про Зеленского. Вопрос следующий. Может кто-то пояснить, как звали того Бирюкова, о котором говорил Семён? Есть ли у него имя и о Юрии ли идёт речь или нет? Всё верно. Речь идёт именно о Юрии Бирюкове из Николаева. Редком махинаторе и аферисте. И вообще, как бы... Ну, вот как Варахами, это вот такой же был при Порошенко, якобы волонтёр. А на самом деле такой же мелкий ОПГшник. И обычный такой деятель НКОшно воспитанный. Он не по линии Соросова, он шёл по линии как раз волонтёрском. Поэтому, если вы интересовались, именно о Юрии. Дальше. Мерлин. 6 июля. Я, конечно, извиняюсь, но какой же он сатирик? Это про Зеленского. Он клоун максимум. Сатирики, они как минимум тексты должны уметь писать, желательно умные и смешные. Вот не согласен я с комментариями Мерлина. Потому, что феномен Зеленского именно как раз в том, что они высмеивали. Высмеивали на протяжении 15 лет. Сам он писал тексты, не сам писал? Не знаю. Но в этом-то и талант, в том числе и продюсера в том, чтобы собрать коллектив. То есть, кто пишет, и кто исполняет, и кто продюсирует в том числе. Это же было ещё и шоу, я напоминаю. То есть, они не просто высмеивали и шутили. Они ещё на этом зарабатывали, построили индустрию и воспитали целую плеяду. Поэтому Зеленского неправильно недооценивать. И вот эти его названия клоуну, они на самом деле его только раззадоривают. А я хочу напомнить, что он неплохой организатор. Он талантливый в этом смысле лицедей. Другой вопрос. На вас действует лицедейство Зеленского или не действует лицедейство Зеленского? Но тем, на кого оно действует, они с радостью участвуют в его игре. И, соответственно, он как бы свою личину им продаёт, и они верят. Миллионы людей, собственно, верят в перемогу. И это продолжается сколько уже месяцев. Поэтому нет. Он как сатирик был талантлив. И если говорить сейчас как шоу-политик, он тоже, безусловно, талантлив. Поэтому, называя Зеленского клоуна, мы недооцениваем тот эффект и его вклад в украинскую трагедию. Дальше. Товарищ Шу. Тоже комментарий от 6 июля. По поводу Зеленского тоже. Отлично. Я, не владея информацией, думал, что он выпрыгнул, как чёртик из табакерки, благодаря Коломойскому, оказавшись в нужное время и в нужном месте. А оказалось, был большой ресурс узнаваемости, деньги тоже. И он явно метил в президентское кресло, раз шутил про политику. А после снял сериал. Всё объяснимо. Кстати, Трамп тоже ниоткуда не появился. Я следил за ним давно, так как интересовался инвестированием в недвижимость. Читал его книги. Он рассказывал про свои президентские амбиции. Клинтон ещё в студенчестве ходил по вечеринкам, знакомился с людьми и переписывал контакты тех, кто может помочь стать ему президентом. Почему комментарий взял? Он действительно объясняет одну очень важную вещь. По поводу последнего ничего не знаю, что там переписывал Клинтон. Я думаю, что он всё-таки хорошо женился. И это был важный ответ на вопрос, как он вошёл в правящие элиты. Трамп всё-таки является представителем династии. Но действительно, что очень важно, я хочу всегда всем напомнить, что выборы проходят в три тура. И феномен Зеленского, и не только Зеленского. Он в том, что сначала нужно выиграть выборы в первом туре. А первый тур – это невидимый тур. Это когда проходит кастинг внутри, так сказать, элитарных групп. Внутри групп влияния в государстве. Когда решают, кто будет выдвигаться. Кто за это заплатит. Кто это будет поддерживать. Надо ещё сколотить коалицию, чтобы тебе не мешали. Тем более президентские выборы. Даже когда выборы главы сельсовета проходят, знаете какие движения на первом этапе. Кто и как будет двигаться. Плюс всегда есть более крупные игроки, у которых тоже есть свои интересы. Когда человек идёт на победу, если это речь о президентских выборах, то всегда есть желающих много, которые хотят постоять рядом, чтобы потом получить дивиденды. Разумные кандидаты, которые претендуют на относительный какой-то суверенитет, они стараются не вступать ни в какие ненужные альянсы. То есть, им это просто не нужно. Для того, чтобы потом не быть никому обязанными. Но выпрыгнуть как чёртик из табакерки такого, в общем-то, не бывает. Потому, что сначала нужно прорасти в какой-то своей социальной группе. А потом нужно ещё выиграть выборы в том самом первом туре. Ну, это, скажем так, даже нулевой, но такой базовый. То есть, это как вот айсберг. И вот его подводная часть. Она же самая большая, но мы её не видим. И вот точно так же Зеленский прошёл долгий и сложный путь отношений с тем же Коломойским, что Коломойский ему доверил. То есть, Коломойский же ему сначала доверил пост генпродюсера своей главной кнопки. Один плюс один телеканала. И много денег. И прошло какое-то количество времени, прежде чем Коломойский был готов инвестировать в Зеленского, как в политический проект. Поэтому первый тур, нулевой тур проходит очень долго. Мы-то наблюдаем только за первым туром, за агитационным. А нулевой не менее важен. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Это по поводу... Это к ролику по поводу книг Турчинова, Авакова, которые мы разбирали. О самонацификации украинских элит. Алекс Зе Блейд. Местами слушать невозможно. Настолько омерзительные персонажи. Натурально людоеды. И ведь всё даже не из каких-то идеалов, даже людоедских, а просто из-за бабок. Циничные омерзительные твари. И по этому же поводу Инталаса. От сказки, Турчинова, что зачитано кусками в начале ролика, просто волосы на голове шевелятся. Настолько она страшная. На какой возраст она типа рассчитана? И вообще, что курил автор? Нет. Вот смотрите. Вот почему эти два комментария и что нужно обратить внимание. Это не омерзительные персонажи. Это естественная эволюция, элитария, которому 30 лет всё сходило с рук. Вообще всё. он достигал высот. Совершал любые преступления. И даже когда он находился в оппозиции, его всё равно спасали. Или западные покровители, ещё что-то. Это высшая степень гордыни в христианской православной нравственности. А так это психология обнаглевших людей, которым можно всё. Которые считают себя сверхлюдьми. Да, действительно, это людоеды. Сказка, которую писал Турчинов, это понятно, она иносказательная. Это, в общем-то, его картина мира. Это их картина мира. Вы должны понять, что в условиях безгосударственности, а я всегда буду это подчёркивать, вот эти элитарии, которым достаются кусочки государственности, им абсолютно сносит крышу. Им начинает реально казаться, что они полубоги. У нас настолько вот это влияние... Ещё надо всегда помнить происхождение. Там же огромное количество людей, которых как пена вынесло шторм 90-х, вынес их наверх. Они бы никогда ничего этого не достигли. Они как бы в силу недообразованности, как мы разбирались с тем же Аваковым, они, собственно, поверили в то, что это не естественный отбор, когда выжили в ходе потрясений, ну, как бы самые злостные и готовые к там перейти, в том числе даже убийства. Они посчитали, что они полубоги, и поэтому это свидетельство. А книги, это уже их рефлексия. То есть, это уже сколько лет прошло, то есть, они настолько уверовали уже в свою непогрешимость, что они полубоги, что они начали уже писать книги. Даже в назидание детям, как они считают. Но сейчас у них будет иная реальность. И это очень правильно. Потому что безнаказанность, собственно, и порождает такие украинские трагедии. Двигаемся дальше. Товарищ Кампал. Значит, от 26 июня. Семен, расскажите, пожалуйста, подробнее про упомянутых Евгения Мураева и Рабиновича. Можно с Медведчуком. Они же, по идее, отвечали за продвижение российской повестки на телеканалах Украины 112, Ньюс Ван Зиг. Что у них не получилось. Смотрел эти три канала, потом ещё наш добавился. Аж с 2015 года. Всё было очень смотрибельно и рейтингово. Есть ли шансы, что кто-то из них возглавит будущий осколок Украины? Или может Мураева поставят губернатором Харьковской области? Или даже может стать президентом остатком Украины? Очень интересные потенциальные расклады. Наверняка будут выбирать центрист. АРФ согласится только не на русофоба. Ну, вот смотрите. Давайте немножко расскажу. Первое. Вот это фантазирование по поводу кто-то возглавит какой-то осколок Украины, каким-то кого-то где-то губернатором. Это сейчас вообще ни к чему. Это бессмысленно обсуждать. Потому, что три этапа. Этап первый – демилитаризация. Этап второй – установление государственности либо российского протектората. Ну, такой как бы государственности под протекторатом. Как это, например, вот было в ДНР и ЛНР. То есть, фактически находилась под защитой России рублевая зона, но там какое-то свое гражданство, свои немного вооруженные силы. Такой промежуточный этап интеграционный. И только следующий этап – это уже полноценная интеграция. Поэтому вот эти вот украинские политики любого толка. От них будет зависеть, готовы ли они работать на этих регионах освобождаемых, либо не готовы. То есть, вот мы видим, например, Балицкий из Мелитополя. Он же тоже много лет был депутатом Верховной Рады. Активный такой. Он все время за русский язык выступал. Он с первых дней, как видите, и глава он сейчас военно-гражданской администрации. Медведчука, как вы знаете, уже обменяли. Мне самому интересно, где он всплывет. Но это, конечно, тяжеловес. Тяжеловес украинской политики. Высокий уровень контактов. А по поводу их медиаэфиров. Ну да, они так и делали. То есть, это же и была попытка создать легальные оппозиционные движения. Ну, движение и медиаимперию под них. То есть, новые политические партии появились, которые стали такой легальной оппозицией. И начали скупать телеканалы. То есть, 112, Ньюс Ван, ЗИК. Это вообще, я напомню, это же западная информационная корпорация. То есть, начально Львовский был телеканал, который перекупила оппозиция. Ну, такая. Они пытались играть в легальную политику против Порошенко. Их там даже допускали. Они не были в такой именно оппозиции. То есть, в экономических процессах они участвовали. Ну, как вы помните, что Зеленский просто очень просто прикрыл это все, как и все остальные альтернативы. Потому, что это ОПГ продюсеров, оно первым делом начало зачистку информационного пространства. Ну, собственно, и правильно сделали. Потому, что их авторитет держится на шоу и на образе. Поэтому им нужно монополизировать картинку. И они это сделали уже сейчас в условиях особенно военного времени очень правильно. И в этом смысле у Зеленского есть идеальный театр. Где он главный и единственный актер. И все камеры показывают только его. Мураев, насколько я знаю, за границей. Рабинович тоже за границей. Поэтому, в общем-то, легальная оппозиция разбита. Ну, ее как бы и не было. Это все-таки была такая оппозиция старого типа, которая старалась всегда договариваться с центральной властью украинской. То есть, здесь она была пророссийская, а здесь она была очень конструктивная. Ну, как и часто это было в украинской политике. Дальше. Так вот, комрад НКС. Энаида Котляревского – это, по сути, античная инаида в смешном переводе Гоблина. Да, действительно, вот то, что я цитировал, аналогичные были произведения на русском языке. Там даже Котляревский якобы адаптировал произведения, аналогичные на русском. Это вообще в то время было свойственно для русской литературы, в широком смысле русской. То есть, которая включала тогда и украинскую, и белорусскую. В те годы вообще заимствовались античные сюжеты, которые ложились на основу нашей реальности. И то, что как раз Котляревский, который писал на украинском, придерживался этой модной традиции, а это как раз и свидетельствует о том, что украинский язык и культура национальная, они развивались абсолютно в тренде, в моде общерусской культуры. И это действительно как смешной перевод Дмитрия Юрьевича. Античные инаиды. Но еще и подчеркивающий, что украинский народ, украинские казаки, в том случае они являются действующими лицами, они в рамках общей моды закушены под античную литературу героев античных. Иван Красин. Семен. Хотел задать несколько вопросов, как юный уроженец Луганска и Киева. В 2014-м вместе с родителями переехал в Киев, и потому информационное поле сложилось довольно специфическим образом. Сам настроен пророссийский, но подавляющая часть окружения проукраинская. Лично видел настроение людей в Киеве, такого разгула русофобия не замечал никогда. Хотя и раньше ее было достаточно. Но кроме Киева общался с ребятами из Харькова и Одессы. Одесские знакомые, возрастом до 25 лет, максимально ура проукраинские. В Харькове также говорят о серьезных проукраинских настроениях. С чем может быть связана такая перемена за 8 лет? Является ли такая картина реальной и поправимой? Если да, то как перевоспитать юноши и девушек, которые ничего кроме националистической пропаганды в жизни не застали, а пробить эмоциональный туман представляется довольно нетривиальной задачей. Ну, Иван Красин, как юный уроженец Луганска, который оказался в Киеве, в сложную ситуацию ты попал, потому что ты попал как раз в слом старой идентичности, которая была еще такая постсоветская и сразу попал в Киев, который, в общем-то, был как раз клоакой. Она всегда нам давно формировалась вокруг политической идентичности, именно идентичность антироссийская. Смотри, Киев является главным выгодополучателем от украинской политэкономической модели по двум основаниям. Во-первых, из-за жестко унитарной модели экономической украинской ФПГ, все регионы так или иначе... Вы сами знаете, что все ФПГ так или иначе переезжали в Киев, дальше они уезжали в Лондон, но тем не менее. То есть, столица была главным выгодополучателем вот этой экономической модели по вывозу ресурсов. А второе, что именно Киев был главной точкой приложения для всех НКО. То, что называется построение седей влияния и подкупа интеллигенции. То есть, там всегда можно было давным-давно, 20 лет, как будущий молодым студентом, попасть в грантовую программу и себя приехать реализовывать. Поэтому именно Киев является политическим центром притяжения модели Украины как антироссии. Даже не Львов, с моей точки зрения. То есть, Львов в этом смысле это Украина как Европа. И в этом смысле надо стать антироссией. То есть, там вот такая вот история. То Киев, так как город-то, в общем-то, и русскоязычный... А это же надо проделать над собой очень серьезную работу для того, чтобы возненавидовать людей, которые говорят на одном языке с тобой. Тебе надо взогнать эту ненависть. А так как Киев город русскоязычный, то они, собственно, этим всем и упражнялись в этой возгонке. Это достаточно посмотреть на вакханалию, которая впервые развернулась в 2004 году. Если вот вы в 2014-м переехали и были юным, в 2014-м, скорее всего, ли еще не родились или только родились. То есть, первое же расчеловечивание Донецких – это четвертый год. Я очень хорошо помню, как вешали... Это, конечно, были выборы Ющенко, но тем не менее. В рамках избирательной кампании там... Не ссы в подъезде, ты же не Донецкий. Для чего? Это в рамках создания образа тупого, невоспитанного, необразованного Януковича, который не достоин власти в таком европейском городе, как Киев. Второе – это, конечно же, русофобия. То, что вы называете разгул русофобии. Это еще связано с тем, что людей вырвали из зоны комфорта. Потому, что Киев же, я напомню, что кризис 2014 года и в Киеве была огромная масса людей, объективно опасного элемента, который создавал проблемы. И его выбросили в зону АТО как раз. И Киев постепенно... Почитаем, если мы новости от 2014-2015 года постоянно то гранаты, то еще что-то. Это была модель социальная. То есть, они задумали так. Они получили власть с помощью отморозков и перебросили их потом в регионы неподконтрольные. У них в Киеве все спокойно стало. И люди придели. А теперь эта модель поломалась. Они думали, что они вечно эту модель установили. Что в Киеве они будут чествовать героев, которые они будут приезжать пропивать деньги, заработанные на разграблении Донбасса и других регионов. И вот эта модель у них будет работать. Нет, она работать не будет. Я очень надеюсь, что это гнездо русскоязычных кровожадных кликуш рано или поздно им придется ответить за свои слова. Следующий вопрос. Шу спрашивает. Очень интересно. Захотелось съездить в Харьков и Одессу. Съездим. Вопрос. Есть ли подобная информация по становлению бизнеса и политических элит в России? Можно ли надеяться услышать ее когда-то? Да, огромное количество информации на самом деле. Просто нужно иметь искать. Все перипетии 90-х уже много раз обсуждены, рассмотрены и проанализированы. Есть разные вещи. Например, покойного Эдуарда Лимонова. Охота на Быкова. Он когда-то делал биографию знаменитого олигарха-самородка Анатолия Быкова из Красноярского края. Материалов более чем достаточно. Просто Россия страна большая и она еще более федеративная. Чтобы разбираться в этой политической истории 90-х, надо прям в каждый регион погружаться. Я вкратце так прошелся по Украине. Там те же Донецкие и Днепропетровские. Но там про одних Донецких можно роман снять. Один тот же Ефим Звигильский, например, легендарный. Как его называли. Там евреи в шахте. Который фактически, будучи еще героем социалистического, по-моему, труда. То есть, титулованный в советские времена. Потом добрался до вице-премьера. А потом, собственно, на шахту Засядька крупнейшую под себя подмял. Это такой стародонецкий еще до формирования всяких империй Ахметова, Таруты и прочих. И тот же Днепропетровский регион. Отдельно можно разобраться с хозяйственными баронами. То есть, возможностей много. Россия страна большая. Можно начать заниматься и исследованием. Начните с книг. Их достаточно. Про 90-е очень много всего освещено. С мемуаров этого охранника Ельцина Киржакова. Все в открытом доступе. Итак, снова вопрос от зрителя It Doesn't Matter. Семен, за Киев обидно. Про него есть чего хорошего сказать? А то один Харьков до Харьков. Там Киев прекрасный город. Есть много чего за него сказать. Но, если честно, не очень сейчас хочется. Потому, что я же все-таки рассказываю политические истории и байки. А там внутри находится очень много товарищей, которых не хотелось бы ни в коем случае никак подставить. Поэтому рассказывать приходится... Придется про Киев как-то очень завуалированно. И, наверное, не называя адресов, паролей и явок. А что касается главной проблемы Киева. Ну, я считаю, что это, как бы, в первую очередь, культурная деградация. Потому, что эта маргинализация за 15 лет прошла очень страшно. Я считаю, что люди, которые выбирают Кличко, как бы то ни было, я понимаю все манипуляции, все хитросплетения. Но это показатель серьезной очень вот этой вот зависимости от шоу-политики. Это уже такая полная люмпенизация, в общем-то, как минимум, избирателей. Значит, с обществом что-то очень не здорово. Значит, вопрос от Фаготтен. Почему-то, говоря про Харьков, не раскрыта тема оплота и их лидера Жилина. Хотелось бы услышать от Семена как человека в теме. Я не то, чтобы сильно в теме. Был на мероприятиях этого оплота еще, я помню, в 2013 году мы там приглашали. Как раз было связано с добычей этого сланцевого газа. Меня еще очень на оплоте заинтересовало, что там носорог на эмблеме был. Это редко так увидишь. Поэтому с Жилиным как-то вот только пересекались давным-давно на каких-то этих полумероприятиях. Но в оплоте очень важно, что он стал сетевой организацией. Он объединял активно бывших работников МВД. Если вы посмотрите, допустим, даже глава военно-гражданской администрации Харьковской области. Это же было из числа МВДшников, которые в 2014 году поддержали протест. Антимайдан, скажем так. Но после проигрыша уехал в ЛНР и потом вернулся. То есть, это очень сильный, как я говорил, уже там всегда были сильные МВД-система. Харьков-город красный. И, собственно, самый Евгений Жилин был выходцем из правоохранительной системы. Была попытка создать такое, скажем так, антимайданное движение с силовым крылом. Но в чем ее был успех? Что, например, на том же Донбассе это стало... Оно было вроде как подразделение, но не подразделение. Действовало автономно. Но Донбассе стало... Оплот стал одним из таких очень влиятельных. Собственно, погибший покойный Захарченко уже как раз был руководителем оплота Донецкой области. Донбасса, ДНР. Поэтому вклад важен как организатора, который создал структуру, которая стала даже отчасти сетевой. Дальше. Значит, Анита Кова. Это по поводу эфира про ЦИПСО. «Добрый день. Я жительница Кемерово. И в 2018 году на себе ощутила, как данный центр с этим самым Вольновым фактически свели город с ума за считанные часы после трагедии. Народ, не имевший прежде дела с фейками, буквально вышел многотысячной толпой на площадь перед областной администрацией, требуя крови и возмездия. Страшное дело. Зато с началом СВО я часто вспоминал эту ситуацию с мыслью, что, по крайней мере, многие у нас закалены зимней вишней и, возможно, будут более взвешенно воспринимать поток фейковой информации». Спасибо за разбор и ваш труд. Да, очень важный комментарий, Анита. Все верно. Вот история в Кемерово, она должна для нас стать интеллектуальной, как минимум, прививкой. Ну, потому, что вы это все испытали внутри, то есть, еще и эмоционально пережили. Мы только могли сопереживать. А сейчас мы можем видеть то, что эта технология может применяться, исходя из тактических соображений. Ну, то есть, время что-то изменилось, а технология очень быстро адаптируется. Потому, что когда мы говорим о когнитивных ударах, это я сейчас... Ну, мы с Дмитрием Юрьевичем будем отдельно разбирать когнитивные войны. Я вот, собственно, выделил для упрощения, что вот есть когнитивные удары, скажем так, естественные, это то, что так или иначе все равно у нас происходит. Ну, это часто связано с какими-то трагическими событиями, землетрясениями. Ну, я вот из детства это вспоминаю. Это было и с экономикой, связано какие-нибудь обмены рублей, 50-рублевых купюр. Ну, в общем, естественные события, которые производят впечатление на общество. А есть искусственно созданные когнитивные удары, которые разгоняют какую-то тенденцию. И вот наши оппоненты, они как раз работают по этим двум направлениям. То есть, с одной стороны, они постоянно ищут какие-то поводы, какие-то ситуации, какие-то особенности, какие-то линии раскола, которые есть в нашем обществе, и стараются их усилить с помощью технологий. Ну, мы видели, что на кемеровской ситуации Вольнов просто применял технологии, не более того. А искусственно созданные когнитивные удары, в них просматривается сюжетность. То есть, есть удар, а есть волна. Сейчас я готовлюсь, но задумку немножко расскажу. То есть, удар – это то, что наносится массированно в связи с каким-то событием. Что-то должно как-то произойти, то, что переворачивает. И удар отрабатывает-то все. То есть, все тебе долбят психику. А волна – это то, что тебя пытаются раскачать. То есть, то, что в тебе провоцирует какое-то длительное настроение. Вот то, что мы видим сейчас, например, историю вокруг мобилизации – это вот такая типичная волна, на которую человека настраивают, чтобы вот это вот когнитивное воздействие над ним было на долгое время. То есть, он не мог избавиться от этой навязчивой мысли. То есть, когнитивный удар, он все-таки тебя так немножко нокаутирует немножко. То есть, вот он такой эмоциональный, ты испытываешь. А вот волна эта тебя постоянно-постоянно качает. И вот в Кемерово это был типичный удар, когда он был естественным, но его просто усилили и довели уже до, собственно, когнитивного. И вы сами пишите, что город чуть не свели с ума. А вот когнитивные волны и еще выше... Ну, я тоже забегаю вперед просто в виде, может быть, анонса. Это, скажем так, когнитивный бой. Но это вообще такая маленькая компания, где четко видна задумка. И четко видны, кто и как действует на вот этой сцене информационной войны. В этом очень интересно разбираться. Но я об этом буду рассказывать отдельно, когда мы, собственно, все проекты запустим. Дальше. Морена. Теперь понятно, почему у нас не пользуются такими технологиями воздействия. Это реально омерзительно. И я как-то не представляю наших в этой роли. Это тоже по поводу информационно-психологического воздействия. Смотрите, Морена. У нас с этими технологиями не то чтобы не пользуются. Ну, вот, например, посмотрите на наших иноагентов, и тех, кто сбежал за границу. Они же в этом участвуют. Значит, пользуются. Вы можете сказать, что они теперь не наши. Ну, нет. Они все равно наши. Потому что они в нашей культуре. Их смотрят наши люди. И они на наших, в общем-то, воздействуют. Посмотрите, что происходит у нас, допустим, в маркетинге. Тоже это все используется. Просто другой вопрос, что у нас нет задачи свести с ума общество постукраины. Смотрите. Цель когнитивной войны – разрушение общества противника изнутри. То есть, доведение общества до такого состояния, чтобы оно приводило к внутренним кризисам и к дисбалансу государства. То есть, созданию расколу общества и созданию конфликта общества с государством. То есть, когнитивная война, она не проходит... Вот спецоперация может закончиться, когнитивная война не закончится. И поэтому их технологии, которые... Они омерзительны. Вы абсолютно правы. Но они потому и омерзительны, что целью является сведение с ума общества. И одного, и второго. И натравливание общества. Общество постукраины на Россию. Желание мести. То есть, пробуждение низменных чувств. Пробуждение самых... Ну, таких эмоций, как ненависть, как страх. Мы будем это все разбирать. Но просто, поймите, омерзение... То есть, оберзительно не потому, что... Ну, они какие-то плохие. Нет. Они целенаправленно сводят нас с ума. Это их целенаправленная деятельность. И поэтому есть задача сохранения здравого смысла в обществе и борьба с теми, кто сводит нас с ума. Это и есть победа в той самой когнитивной войне. Иных побед не может быть. Нужно себя, в первую очередь, сохранить. Следующий вопрос. Запрос, скорее, от Александрова. Фильм такой есть по теме «Дорога на Арлингтон». Интересен был бы профессиональный взгляд на него и показанные технологии влияния. Есть запрос. Давайте разберем. Тем более, мы книжки уже начали разбирать. С политической точки зрения... Вообще, можем сделать политический кинематограф. Я тоже об этом думал. Есть немного, там полтора-два десятка фильмов, посвященных именно политическим технологиям, политическому влиянию, конфликтам политическим. Их можно тоже разобрать с этой точки зрения. Дальше. Айрат Назирович. Значит, все это интересно и познавательно. И над этим всем новый день встает. У меня вопрос, как при таких подходах к делу можно бороться с США и компанией. Смотрите. Бороться нужно не с США и компанией, а бороться нужно за собственный миропорядок. Потому, что какой миропорядок у США понятен. И как они видят себя и окружающий мир. Мы вошли в их миропорядок. 90-х годах. И согласились на него. И нам определили место своё. В пищевой цепочке. Вы добываете сырьё, ну и что-то вам ещё там можно. Чего-то нельзя. Например, долгое время нельзя было иметь внешнюю политику или политику на постсоветском пространстве. Или там многие вещи нельзя было иметь. Например, станкостроение. И если мы боремся за то, чтобы занять лучшее место в миропорядке США, то тогда это путь в тупик. Потому, что мы внутри их миропорядка боремся за то, чтобы занять место в пищевой цепочке. Но это никак. К развитию это не имеет никакого отношения. А если мы хотим предъявить собственный миропорядок, тут я отсылаю к своей книжке одноимённый миропорядок по-русски, то тогда это не вопрос борьбы с США. А это вопрос антиколониальный. Ну, то есть, мы либо выходим из колониальной зависимости. И тогда это не борьба с США. Тогда это обрыв всех колониальных зависимостей и выстраивание суверенных всего. И тогда украинский кризис – это иной тип подхода. То есть, мы вообще ни с кем его не должны обсуждать. Ну, и всё остальное из этого выводы. Поэтому ключевой вопрос в том, что мы либо внутри миропорядка боремся за более, скажем так, место под солнцем, либо предъявляем собственный миропорядок. Что одно или другое, но это пусть ответственные за это отвечают. Я только могу иметь мнение и наблюдать за тем, что происходит. Дальше. Значит, товарищ Дандер Брингер. Оно по всему миру аналогично. Послеорганизованными американцами Майдана приходят в власти неолибералы в обнимку с мафией и нацистами и начинают дербанить страну. Но с поправкой на ближневосточный вариант, где неолибералы и нацисты заменяются на бородачей террористов. Процентное соотножение может быть разным, результат везде одинаковый. Страна со скоростью света летит в тёмные глубины ануса. В некоторых удалось прийти к власти другим людям и процесс остановили и хотя бы частично отмотать назад. В других он дошёл до конца. До большой и длительной гражданской войны, войны с соседями и, соответственно, к отвалу кусочков этой страны или же до превращения в гордый бантустан с населением в два с половиной раза меньше, чем было до начала этого процесса. В полном отсутствии промышленности крупнее хлебозавода и прочими радостями. Это я, собственно, прочитал комментарий, который очень чётко описывает сценарий, который готовят всем на постсоветском пространстве. То есть, смотрите, особенность колонизации XXI века заключается в том, чтобы контролировать только те ресурсы, которые тебе необходимы, а вокруг, чтобы ни в коем случае не образовалось такого феномена, как государство. То есть, идеальная схема с точки зрения глобального миропорядка – это Африка. То есть, где есть много полезных ресурсов, которые контролируют корпорации. Безопасность гарантирована извне. Ресурсы все перерабатываются, осваиваются и даже и потребляются вовне территории. Это позволяет вообще никак не оставлять добавленную стоимость. А что происходит вокруг этих ресурсных баз? Это вообще не имеет никакого значения. Вот, собственно, вот это вот есть модель. Потому, что... Почему свернули проект колониализм? Британцы с радостью бы до сих пор пользовались бы колониями. Но они в прекрасный момент, к началу XX века стало понятно, что этими народными... Массами этими управлять нельзя. И контролировать напрямую невозможно. И контролировать нужно опосредованно. А опосредованный контроль – это контроль над ресурсами, их добычей и последующим поступлением на мировой рынок. И дальше уже, собственно, закон о добавленной стоимости. Поэтому не является целью превратить страну в... Чтобы там была гражданская война ради гражданской войны. Нет. Гражданская война – это фон для отъема ваших, в первую очередь, ресурсов. Причем ресурсов как природных. А во вторую очередь и ресурсов человеческих. Как только начинается гражданская война, у вас начинают убегать интеллигенции, ученые, преподаватели и все остальное. И митрополия получает не только ваши ресурсы, но еще и ваших не лучших людей, которые им там тоже не помешают. Поэтому схема описана верно, но основания вскрыты не совсем до конца. Я, собственно, на это и хотел обратить внимание. Следующий вопрос. Черепачер или черепахер. Что-то такое. Мне сейчас 24. 8 лет назад мне было 16. Я был тем самым подростком, который читал и слышал о происходящем. Я слушал ЗЭЛ радио Донецка и Севастополя. Ночами не спал, вместо того, чтобы готовиться к поступлению в ВУЗ. Мне тогда все объяснили. И вот я здесь. В Минске, в Беларуси. И про протестный движ. После рассказа Семена отрефлексировал и осознал эмоции, которые испытал в 2020 году у нас, находясь неподалеку от протестной активности. Вот, смотрите, очень отличный комментарий и пример. То есть, в 16 лет человек попал под самый удар когнитивный. Понятно, такие события происходили. Но начал слушать ЗЭЛ рация. Тогда, я вам напомню, в 2014 году это был такой сервис ЗЭЛ, где все это обсуждалось. Это была возможность, что люди действительно говорят. Постоянно проходили переговоры, прямые эфиры. То есть, он уже даже в 16 лет попытался понять действительно реальность, а не просто черпать какую-то информацию. И в 2020 году разобрался с эмоциями, как кризис догнал уже в Беларуси. То есть, спустя, получается, в 16 лет первый раз попал в такую ситуацию когнитивной войны. Но внешнюю. И через 6 лет уже в 2020 году у себя в Минске. Не зарекайтесь. Вы вообще не понимаете, что может произойти в вашем городе. Тем более, если вы живете в любой столице. Сейчас вы смотрите, там, а, тупые хохлы, как там многие умничают. Или там, а, молдаване что там у себя устроили, киргизы. Ну, и у вас, может быть, завтра. И сами вы не знаете, как оно прилетит. Потому, что общество расколото. И, кстати, белорусский кризис еще нужно отдельно отрефлексировать. Потому, что в 2020 году очень интересно. Это все проросло внутри достаточно сильной государственной системы. В отличие от постукраины. Где государственность была демонтирована. А вот товарищ из Минска нам показывает пример, как можно бороться с нездоровыми когнитивными ударами, будучи даже подростком. Спасибо тебе, комрад. Следующий вопрос. Значит, товарищ Юрий 800. Скажу крайне очевидную вещь. Насколько это все совпадает с определением фашизма от Димитрова? Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. В общем-то, так оно и есть. Собственно, мы сейчас живем во втором перерождении форм фашизма, нацизма и иных таталитаризма. Так что определение от этого никак не пострадает. Нам важно разобраться в тех процессах и как это происходит. Потому, что одно дело в учебнике читать, а другое дело разобраться с действующими лицами и как люди превращаются, в том числе и в нелюдей. Следующий вопрос. РУСДЕН 83. Значит, это про ЖБ, то есть, жидобандеровцев, за которых банить начали. Вот теперь для меня стало понятно, откуда такое отношение к своему населению. Это же, как говорил Дмитрий Юрьевич про уголовников. Люди в хате есть, вот и у жидобандеровцев. Люди это они, а все остальные так, мусор под ногами и говно, прилившее к ботинку. Все верно. Очень точно отписана психология вот этих вот жидобандеровцев. Они же сами себя назвали. Мне это выражение не нравится, потому, что оно, скажем так, не отражает по существу. Но оно просто очень яркое. Насколько безнравственны люди, которые... Это же просто само название, оно показывает, что даже евреи готовы, в общем-то, мимикрировать под тех, кто их убивал. И мы когда будем разбираться с украинским национализмом, Дмитрием Юрьевичем, я хочу сделать именно идеологическую подборку, как эволюционировал украинский национализм. И там очень четко говорится, что украинской нации нет друзей, кроме как, значит, друзей... Точно не друзья, это москали, ляхи и жиды. То есть, это вот прям выделяли три народа, которые, в общем-то, являются... Мешают жить украинскому националисту. А это люди абсолютно безнравственные. И вы абсолютно правы, у них именно уголовная психология. Это именно психология уголовного мира, который победил. И в этом смысле постукраина – это общество наизнанку. Это общество, в котором уголовные представления о нравственности стали нормой жизни. Оно немножко как бы всё припорошено и скрыто такой вот, значит, маскировочной сетью европейских ценностей и всяких националистических идеек. Ну, что это значит? Типа, мы его убили не потому, что захотели ограбить, а потому, что он сепаратист. Ну, саму ж уголовную психологию ты никуда не денешь. Так что вот товарищ Русден абсолютно правильно заглядывает вот в эту вот сущность процессов. Значит, следующий вопрос. От Мегаваттника. Комментарий. Если коснуться темы промывания мозгов на Украине, а конкретно поп-музыки, то в конце 90-х, начале нулевых, там господствовала русскоязычная и западная попса. Из представителей украинской культуры были только какие-нибудь хлопчики в шароварах, пляшущие гопа где-нибудь на сцене какого-нибудь дыка. Но в нулевых картина поменялась. Появился канал М1, где все было стильно, модно, молодежно, значит, крутящиеся жопы. Причем изначально все было на русском языке, украиноязычные исполнители воспринимались как забавная экзотика. С годами процент украинского контента постепенно нарастал. Ненавязчиво протаскивалась политико-патриотическая шароварная повесточка. Лягушку варили медленно, говно аккуратно заливалось в мозги тонкой струйкой. Этот самый телеканал М1 принадлежал Игорю Каломойскому. Да, все верно. Культурная составляющая была очень важна. Она была важна, потому что с советских времен так повелось, что Украина была поставщиком звезд первого эшелона на общесоюзную эстраду. И, собственно, в Киеве оставались и на местах те, кто не смогли пробиться на все союзные уровни. Не будем повторяться. От Софии Ротару и масса-масса всех остальных. Это продолжалось и в 90-е годы. Например, эти братья Меладзе, которые привели нам столько этих шоу-звезд. И по этому поводу у этого шоу-индустрии была страшная конкуренция и зависть, конечно, по отношению к московской части. Там больше денег. Те, кто не могли пробиться, оставались в Киеве, становились местевыми звездами. Те, кто уезжал в Москву, в том числе, не то чтобы обвиняли в коллаборационизме. Но сейчас это очень ярко проявилось. Самый яркий, тот же Зеленский, они рассматривали Россию как экономическую территорию, где есть аудитория, где можно больше зарабатывать. Но шоу-бизнес стал националистическим. Я согласен, один из первых. Это было еще положено на основу этой европейскости Украины, что мы такая европейская страна. Значит, соответственно, эстрада у нас такая более европейская. Соответственно, украинская мова стала использоваться как... Там, с одной стороны, возникла прослойка рокеров очень националистических. Думаю, мы тоже это посмотрим в культуре. Там были всякие Комувныс и всякие альтернативы, вроде Харьковских. Там, Танок на Майдане Конго. Я помню тот же Потап, который потом стал знаменитым с Настей Каменских. У него самая первая песня. Еще, по-моему, даже в школе учился. Сирко-субака, ми-субака, ми-субака, сирко-субака, ми-субака, ми-пэс. Такая была очень модная молодежная. И появилась вот эта новая плеяда уже популярной музыки в 90-х. Которые уже не могли выпрыгнуть в общесоюзного. Потому, что его уже, в общем-то, не было. А в Киеве они уже формировались как новая, собственно, культурная идентичность. Которая была построена, что как бы мы не Россия. То есть, вот есть там вот это вот старые, скажем так. Понимаете, вот это вот просто шоу-бизнес, он уже все равно завязан на очень больших деньгах. А так как в Москве, грубо говоря, зарабатывали там семью нулями, а в Киеве шестью нулями. И я просто эту тусовочку помню немножко. Часто нанимали их там и на выборы, еще куда-то. Там все время была вот эта вот зависть именно вот у киевской части. Потому, что вот, допустим, у те же западенские, да, вот эти шоу-элиты. Они там были свои моба-вышиванка там, как бы им хватало своей аудитории. А тут же получалось, что она русскоязычная. Она бы вроде бы и мечтала бы работать в России. Но для российской она была, в общем-то, все-таки немножко провинциальная. Те, которые вырывались, как условные там Виагры, еще кто-то. Вот это был объект в том числе и зависти. То есть, вот она, значит, из Украины уехала. А некоторые были, как Верка Сердючко, вы видите, во что она сейчас эволюционировала. Причем она же эволюционировала давно. Ее слушали во всем бывшем Советском Союзе. Я как-то помню, в Иркутске как-то меня она там поймала на центральной улице. Сейчас трагедия произошла недавно. В Ижевске я помню. В очень разных городах российских я помню. Это просто она заполоняла собой общественные пространства. А спела-то свое «Лаша Тумбай», ну, которое она типа... Она пела «Раша Гудбай», но на самом деле типа «Лаша Тумбай». Она тогда отмазалась, это трансвестит «Данилка». Но на самом деле это с ней уже произошло давно, когда этот инцидент произошел. До всяких майданов, до всего. И был этот скандал. Поэтому вот эта эволюция звезд, это вообще проблема, которую я всегда касаюсь. Это проблема интеллигенции. Вот когда я говорю, что нам придется создавать новую интеллигенцию. И это является действительным выходом из украинской трагедии. Это является основой. Потому, что я считаю, что образование, культура и вот эта прослойка, которую мы называем интеллигенцией, это и есть тот базис, на котором можно продвигать идеи мира в обществе и порядка в государстве. Потому, что я завершаю уже сегодняшний цикл ответов на вопросы. Я напоминаю, что целью своей я вижу, в общем-то, разъяснение день мира порядка, то есть, мира в обществе и порядка в государстве. И тот кризис украинский, в который мы уже втянуты, это наша уже внутренняя проблема. И мы теперь сообщающиеся суды. Поэтому теперь от миропорядка для постукраины будет зависеть миропорядок для России. А Россия вообще переходит в новую фазу. Ну, вы видите, вот уже еще приросла некоторыми регионами. То есть, она перешла в имперское состояние, когда границы проходят там, где хватит воли и ресурсов. Но точно так же можно и обрушиться в ходе внутренних противоречий. Поэтому вопрос миропорядка – это вопрос выживания. Поэтому в этом всем мы будем разбираться. И на уровне культуры тоже. Потому, что новая Россия должна быть в том числе и привлекательной, и модной. Не надо бояться этого слова. А самое главное – современной. Ну, то есть, объяснять те процессы, которые происходят у нас и в обществе, и в государстве, нужно современным, адекватным языком. Поэтому не уходите ни в заумь и не упрощаться до уровня деградантов. Собственно, этим мы и будем заниматься. Я напоминаю, что выходят у нас, продолжают и в формате разведопросов. И точно так же пишите ваши вопросы, ответы. А также на площадках спонсору Бусти у меня в Телеграм-канале. Мы публикуем отрывки из новых книг. Также у нас там рабочие группы по когнитивным войнам. Я думаю, мы сделаем отдельный проект по когнитивным войнам. Мы будем их измерять. Я хочу сделать контакты с людьми. Сейчас вопрос просто уже написать инструкции, концепцию, людей затянуть. Определим группы, которые будут в свое отношение к когнитивным ударам. И попробуем нарисовать картину маслом в разных регионах. То есть, кто как воспринимает. А самое главное в динамике. Какие когнитивные удары, какие когнитивные войны. И попробуем раскрыть картину в общем боя. То есть, как действуют и оппоненты, и как реагирует наше общество. Я думаю, что это нам поможет для выработки тех самых инструментов по гражданской самообороне от ударов когнитивных войн. Потому, что это самое главное. Потому, что я напомню, что в ходе этого конфликта не будет победителей. Будут те, кто проиграют меньше. Те, кто проиграют меньше, потом быстрее восстановятся. А сделают это те, чье общество не будет сведено с ума. Сохранит здравомыслие и рациональное видение мира. Собственно, на этом все. Жду ваших вопросов, комментариев. Будем их освещать. С вами был Семен Уралов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова